Театральная среда Свои спектакли авторский театр, может быть, играет на культовой сцене для всех театралов, на сцене Харьковского дома актеров. Особенность частных театров заключается в том, что всю подготовительную работу перед тем, как зрители увидят спектакль, актеры и режиссер делают сами. У меня, как сейчас самого старшего, самые черные функции, самые рабочие. Загрузка декораций, кулис. То есть такая черновая, нормальная работа. Я готовлю костюмы. Отвечаю за административно-коммерческую, наверное, сторону нашего театра. Мы все, кто-то шьет, кто-то гладит, кто-то монтирует декорации. Мы тут все одна большая дружная семья. Я могу помогать делать декорации. Ну и заканчивая тем, что я встречаю зрителей. Также помогаю зрителям выключить мобильные телефоны, если они не знают, как это сделать. Я сам делал декорации. Ну то есть практически все. И на музыке сидел сам, и афиши делал. То есть все, что нужно делать полностью, все делал. Ой, театр может быть удивительное место. Оно прекрасно тем, что здесь встречаются такие горячие сердца и говорят о своих насущных проблемах. Причем удивительно то, что эти проблемы насущные, они находят настолько острый отвлек в зале, что, ну вот, в общем-то, это и есть нашим индикатором. То, как зрители плачут 30 минут на наших спектаклях, это то, зачем актеры приходят в театр и зрители приходят в театр. Такие негосударственные театры отличаются какой-то большей степенью свободой. Здесь мы ищем какие-то новые формы. Мы можем позволить себе ставить спектакли так, как мы это чувствуем. Есть свобода. Есть свобода взять тот материал, который цепляет, написать материал, сложить ту острую ситуацию, которую интересно осветить. У нас на сегодняшний день нет препятствий, чтобы делать хорошие спектакли. Ну, это, безусловно, свобода. Ну, свобода, да. Мы не привязываемся, например, к конкретной пьесе, да, вот как в Большом театре пьесы мы ставим. В основном мы, у нас авторский театр, мы пишем три четверти, это написанное нами. Театр, он везде одинаков. Он везде одинаков. Когда это живой театр, потрясающе прийти в академический театр, увидеть большие интересные работы. Но я думаю, что мы взаимодополняем. В театре может быть на данный момент четыре спектакля. Город знакомств, мужики не плачут, империя ангелов и стакката. Империя ангелов, наверное, на сегодняшний день это самый, это однозначно самый любимый спектакль у зрителя, у большей его части. И одновременно с этим империя ангелов, наверное, вот для нас очень такой сакральный, глубокий спектакль. Довольно простым языком рассказано о глубинных человеческих проблемах, которые есть, наверное, у каждого из нас. В проблемах взаимодействия, в проблемах общения друг с другом, мужчины с женщиной, в проблемах, чего будет с нами дальше, когда мы, собственно говоря, умрем. Об этом тоже сказано аллегорическим языком. Он дорог нам тем, что вот он какие-то такие тонкие нити и струны в нашей душе затрагивает, которые позволяют нам чего-то понять про себя в этой жизни. «Город знакомств» — это потрясающая крышесносная комедия о любви, о трех молодых людях, которые очень хотят познакомиться в реальной жизни, а не в интернете. И мы расскажем вам, как это сделать. Спектакль «Мужики не плачут» — это, наверное, своеобразный спектакль в репертуаре нашего театра. Этот спектакль один из первых. Чем он интересен? Во-первых, неимоверным количеством импровизаций, которые там есть. Я думаю, для зрителя он этим и интересен. Актуальный, веселый. Люди приходят отдохнуть и получить позитивные эмоции. Спектакль «Стакката» является своеобразным венцом, если можно такое слово применить, пока венец. Я имею в виду наша творческая дружба, которая состоялась в театре «Может быть». И каждый туда что-то принес, частичку своего сердца, интеллекта, ума, каких-то грез даже. Вот-вот все это сложилось и вошло в «Стакката». Потому что спектакль непростой, и люди это слышат. Они слышат в первую очередь вопросы, которые поднимает этот спектакль. И до сих пор у нас все равно существует понятие духовного голода. Можно его называть интеллектуально, нравственно. Люди ищут. Ищут. Они приходят на этот спектакль услышать какие-то вопросы очень глубинные. Мне нравятся слова Валентина Гафта, который говорит, что не хочется заниматься ерундой. Вот иногда не хочется заниматься ерундой, размениваться на какие-то сиюминутные, грубо говоря, да простят мне коллеги, опереточные какие-то такие мотивы. В плохом смысле этого слова. Спектакль еще не существует даже и год на этой площадке. Но тем не менее он вызывает много споров, равнодушных людей нет. Мы еще за ним следим, потому что он еще становится на ножки. Он еще растет, он еще набирает свою силу. Поэтому очень интересно за ним наблюдать. Нужно обязательно попасть к нам в театр. Почему необходимо? Можно сказать. Потому что здесь вы найдете то, что-то дорогое, ценное для себя. Во-первых, потому что спектакли наши с душой. Потому что придя в наш театр, можно отключиться от всего и погрузиться в простую человеческую историю. Потому что только у нас можно отдохнуть, только у нас можно отвлечься. Зрители вообще должны, в принципе, ходить в театры, потому что это делает их глубже и богаче. Вопросы, не знаю, может это немножко наивно сейчас звучит. Вопросы морали, нравственности. Каждый человек для себя, посмотрев наши спектакли, о чем-то задумается. Иногда отдохнет, иногда и где-то поплачет. Наш театр позиционирует себя как театр, который работает честно. И, к сожалению, на сегодняшний день в Украине не так много таких театров. Поэтому, если вы хотите получить настоящие неподдельные эмоции, как-то, может быть, переосмыслить свою жизнь, то вам к нам. Ты, может быть, не можешь быть, но в «может быть» ты быть обязан. Раз, два, три, сбора! Спектакль очень глубокий. О повседневной жизни, о тех вещах, которые, так сказать, проходят мимо нас, и мы их не замечаем. Каких-то действительно больших вещах, да? Ой, у меня лично запомнилась. Самая первая буквально фраза. Ты хочешь быть с ней или хочешь сделать ее счастливее? Спектакль о том, что любовь, она вечна. Она всегда с нами, она нас поддерживает. Даже если люди давно ушли, они всегда с нами, они рядом с нами. Вывод, который можно сделать, ну, правильно, да, проснуться, не спать, по жизни не спать. Ну, самое главное, это когда, ну, ты выходишь из зала, и ты вышел в другое, чем, в который ты зашел. Наполняет тебя жажда узнать, что будет дальше. Ты переосмысливаешь свою жизнь, думаешь, как так получилось, что ты об этом, обо всем не думал раньше. Вот они заставляют задуматься над тем, как ты живешь. Ребята молодцы, мы не первый раз ходим на их спектакль, может быть, это круто. А как вас зовут? Мы тоже будем книги смотреть. Работа в книжном магазине – это мечта или необходимость? А еще я очень люблю детские стихи. Наташа, вы часто улыбаетесь, вы счастливая. Ставить себе целью добиться счастья – это глупо. Вы смотрели передачу «Театральная среда». Смотрите нас каждую среду в 16.00 на вашем любимом канале «Робинзон ТВ». Театр – это модно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова